Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Один человек погиб. Еще двое пострадали в результате взрыва в селе Тайтобе Целиноградского района Акморинской области. В ДЧС заявили, что информация о хлопке газовоздушной смеси не подтвердилась. По уточненным данным, взрыв неизвестного предмета произошел при сортировке угля во дворе дома. Хозяин погиб на месте. Его брата и четырехлетнего племянника с колоторезанными ранами госпитализировали в столичную клинику. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия. Другим темам. 400 медицинских объектов Акморинской области нуждаются в капитальном ремонте. Об этом заявило руководство управления здравоохранения. По словам чиновников, они провели мониторинг сельских медпунктов и амбулатории и выяснили, что срочно обновить необходимость 70% всех сельских медицинских объектов. Аслан Абуталипов расскажет подробнее. Это помещение в двухквартирном частном доме сложно назвать медицинским пунктом. Сам дом в селе Заречное был построен еще несколько десятков лет назад. Его состояние сейчас не соответствует никаким нормам, возмущаются сельчане. Впрочем, проблема не только в этом. В медпункте некому работать. Должен тут постоянно находиться медик. Его здесь нет. Люди тут с давлением, с сахаром, больные, новорожденные всякие. Нету некому обратиться. Это надо нам вызывать Светлану Юрьевну, ждать, когда она приедет. Потом надо ехать в город. Медицинский пункт в пригодном для работы состоянии поддерживает санитарка. Своими силами она белит и красит помещение. Обслуживать же население приходится медсестре или же бригаде скорой помощи из соседних сел. Медсестра к нам приезжает на обход стариков детей по вызову. Если бы отремонтировали, конечно, хорошо. Но мы всегда делаем заявки, все просим. Но дают то, что могут. Власти региона проблему признают. Медпункты и амбулатории в каждом втором селе области находятся в аварийном состоянии. Однако отремонтировать сразу все невозможно, говорят чиновники. Для закрытия 70-процентного вопроса всех медицинских пунктов необходима сумма порядка 236 миллиардов тенге. Естественно, такую сумму ни область, ни республика выделить не может. Этот процесс, к сожалению, протекал годами, десятилетиями. Но, к сожалению, финансовая часть не успевает за требованиями, которые выходит из данного приказа. Поэтому помощь мы все равно должны оказывать, несмотря на то, что люди проживают в таких населенных пунктах, где, может быть, и 20, и 50 человек. Слабая материально-техническая база – одна из причин дефицита врачей, говорят специалисты. Поэтому для медиков, готовых на работу в селах области, выделяют до 2,5 миллионов тенге подъемных и предоставляют жилье. Обещают местные власти на следующий год начать капремонт 12 медобъектов. Все это, говорят чиновники, снизит дефицит кадров и улучшит оказание медуслуг в селах. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар, 24. Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Казахстане заметно сократился. За последние 24 часа зарегистрировали чуть больше 1200 новых случаев ковида. В антилидерах по-прежнему столица Алматы и Карагандинская область меньше всего заболевших в Алматинской. Всего в республике с начала пандемии выявили свыше миллиона 370 тысяч подтвержденных случаев. Не допустить повышения цен на школьную форму и констовары перед новым учебным годом поручил Алихан Смаилов. Для этого профильное министерство совместно с Палатой предпринимателей и Акиматами проведут переговоры с швейными цехами и ателье. С торговыми центрами и рынками отработают вопросы сдерживания стоимости школьных принадлежностей. Кроме того, в крупных городах, районных центрах, отдаленных селах пройдут школьные ярмарки. Акиматы традиционно помогут собрать в школу детей из малообеспеченных семей. По словам Смаилова, на ценообразование влияет стоимость логистики, сырья и услуг. Но у правительства есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев, отметил премьер-министр. На отсутствие газа, чистой питьевой воды и интернета жалуются жители Мейнкумского района Жамбулска области. Все проблемные вопросы они озвучили на встрече с министром информации и общественного развития, который посетил регион. Анастасия Сулейманова с подробностями. Вопросы, которые жители подняли на встречу с министром, касались ремонта дорог и водоснабжения. Еще один – отсутствие газа в районе. Проблему газа мы поднимаем ежегодно, писали в областной Акимат и профильное министерство. Мы находимся в 120 километрах от Шутского района. Там есть газ. В селе Кунаева должны были установить газораспределительную станцию, но до сих пор не сделали. По информации Акима области, в плане есть газификация района, и правительство это поддерживает. Точный ответ по вашему запросу я еще раз уточню у министра энергетики. По моей информации, до 2025 года район будет газифицирован. В селе Улан-Бель до сих пор нет интернета. На встрече с министром жители поинтересовались, когда уже от слов чиновники перейдут к делу. Село Улан-Бель находится от Майнкома в 167 километрах. Мы писали письмо от жителей аула министру цифрового развития с просьбой провести нам интернет. Нам прислали положительный ответ, и в октябре прошлого года пришли и сказали, что устанавливают 3G. Но это осталось лишь на словах. В селе установлены старые антенны связи. Необходимо установить новые мачты. Ответственная компания не может это сделать. Сейчас идем переговоры с другой компанией. Оскар Умаров остановился на низких показателях реализации социальных программ. В Майнкомском районе реализован лишь один такой проект. Хотя их должно быть не меньше пяти. Остановился министр и на проблемах молодежи и трудоустройства. Со стороны государства введен ряд программ, которые дают возможности роста и развития для молодежи. Но мы же прекрасно понимаем, что в любом случае большой город манит. Но при этом было очень хорошее выступление о том, что какая неравнодушная и активная молодежь живет в Майнкомском районе. То есть были обозначены и их волонтерские акции, и благотворительные. Майнкомский район по активности волонтеров находится в первой пятерке в области. Оскар Умаров провел личный прием граждан и посетил редакцию местной газеты. Анастасия Сулейманова, Руслана Хотела, Жамбулская область, Хабар, 24. И продолжим выпуск с событиями в мире. С огненной стихией борются на востоке Франции. Пожары нанесли значительно ущерб лесным угодием. Пламя охватило около 500 гектаров леса. По данным Европейской информационной системы, в этом году во Франции сгорело больше 60 тысяч гектаров насаждений. Это в 6 раз больше, чем в среднем за последние 15 лет. Засуха охватила и Испанию. Крупное водохранилище на юге страны пересыхает. По словам экологов, это происходит не только из-за изменения климата, но и из-за отсутствия правильного управления водными ресурсами. Особенно страдает сельское хозяйство. Фермеры в Валавандалузском регионе страны вынуждены оставлять без воды сотни деревьев авокадо и манго. Водохранилище Венюэла не может обеспечить полную мощность. Оно действует только на 12%. Тропический бизнес находится в сложной ситуации. Если фермеров сократят, куда пойдут все эти рабочие? Тем временем сотни человек вышли на протест в Германии. Демонстранты выступают против изменения климата. Они заблокировали железнодорожную ветку в Гамбурге и в попытке остановить транспортировку угля и природного газа. В ситуацию вмешались стражи порядка. Власти Венгрии сообщили о начале дополнительных поставок газа из России. На первом этапе их количество составит около 2,5 миллионов кубометров в сутки через турецкий поток. Газпром отправляет топливо сверх предусмотренных контрактом объемов. Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров министра иностранных дел Венгрии Петра Сиярта в Москве. Сейчас Венгрия ведет переговоры о графике поставок газа в сентябре. В феврале официальный Будапешт выступил за диалог с Россией против рестрикций. Отмечу, пока европейские санкции не включают запрет на импорт ресурса. В Киеве в 10 раз увеличилось количество свадеб. По официальной статистике поженились больше 9 тысяч молодых людей. С чем это связано, мнение психологов, выслушали наши корреспонденты. После обострения ситуации между Москвой и Киевом жизненные ценности многих украинцев поменялись. Лейтенант Андрей Гладченко служит в вооруженных силах Украины с первых дней конфликта. В мирные дни он не торопился жениться. Теперь же приехал в Киев, чтобы сделать предложение своей девушке. Родственники обеих сторон организовали небольшую свадьбу для молодых. Ситуация в стране изменила мои взгляды на жизнь. Я ценю каждый день и каждое мгновение. Именно поэтому мы решили создать семью с моей любимой невестой. Во время войны действительно понимаешь ценность друзей, родных и близких. В такой сложный период мой муж не побоялся сделать мне предложение. Хоть мы и сейчас на расстоянии, мы решили создать семью. Несмотря на военные действия, количество зарегистрированных браков только в Киеве увеличилось почти в 10 раз. По официальной статистике, за последние 5 месяцев семьи создали больше 9 тысяч пар, сообщили в Министерстве юстиции Украины. Мне кажется, это в первую очередь связано с тем, что люди хотят быть вместе. Сложный очень период сейчас. Страшно, каждый день страшно. И вот есть ощущение, что хочется жить здесь, сейчас, сегодняшним днём. И те, кто, я знаю, те, кто вот несколько лет жили просто вместе. Вот война их наконец-то сподвигла пожениться. Зарегистрировать брак в Украине теперь можно по упрощённой процедуре в режиме онлайн. Такую услугу представили в Минюсте страны. Но она доступна не для всех. Заключить брак без посещения ЗАГСа могут, например, военные, полицейские и медицинские работники. До окончания пляжного сезона на Капшагайском водохранилище осталось меньше месяца. Но поток отдыхающих не уменьшается. Наоборот, особенно в выходные дни спасателям приходится работать в усиленном режиме. Они уже предотвратили 22 трагедии на воде. Соблюдать правила безопасности на водоёме спасатели призывают отдыхающих ежедневно. Однако немало тех, кто эти предупреждения игнорирует. Этим летом я спас около 10 человек. Был случай, когда тонули двое молодой человек и девушкам уплыли слишком далеко и попали в омут. Обоих ноги схватило судорога, и они ушли под воду. Мы были в 20 метрах от них. К счастью, успели спасти. Дежурство на пляже у спасателей с 11 дня до 8 вечера. За это время они обходят всё побережье. Наряду с патрулированием проводят и профилактическую работу. Ребята работают на совесть. Всё объясняют. Думаю, взрослым нужно тщательнее следить за детьми во время отдыха. Ведь в воде могут начаться судороги. Правила нужно соблюдать. Всё, как случается. Поэтому это хорошо, что отходят, раздают, предупреждают людей, чтобы не забывали о мерах безопасности на воде. Нести службу помогают и солдаты воинской части. Благодаря совместным действиям количество трагедий на воде удалось снизить. С начала купального сезона в Кавшагайском водохранилище утонули 9 человек, тогда как в прошлом году таких фактов было 13. В большинстве случаев погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Часе всего тонут в тех местах, где купание запрещено. С начала лета удалось спасти 22 человека. Купальный сезон продолжается, поэтому отдыхающих просят быть предельно осторожными. Большой урожай арбузов собрали в этом году в фермерском хозяйстве Женаркинского района области Улытау. Бахчеводство в регионе считается экзотикой. Но сержант Усубеков уверен, при правильном выборе и соблюдении агротехнологии оно может стать выгодным. Фермер уже подобрал три самых урожайных и сладких сорта, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях Центрального Казахстана. С шести гектаров в хозяйстве выросло больше 150 тонн арбузов. Весь урожай реализуют в местных магазинах. А в следующем году в крестьянском хозяйстве планируют выйти на рынок уже и со своими дынями. Сначала я начал сажать арбузы у себя в огороде. Вращивал по разным методикам. Но только капельный полив дает результаты. Землю мы укрываем специальной пленкой, чтобы сохранить всю влагу. Ну и, конечно, бахчеводство требует большого труда руками. Необычный арт-объект появился в городе Житикара в Кустанайской области. Яркий мурал теперь красуется на одном из жилых многоэтажных домов. Там изображена девочка в казахском национальном костюме. В руках она держит лейку. Из нее девочка как бы поливает настоящее дерево. Над изображением работали алматинские художники. Задумка авторов проста. Сочетание искусства и природы должно заставить человека задуматься об окружающей его природе. Мурал Житикаринцем в рамках празднования Дня Металлурга подарили представители местного горного предприятия. То есть теперь это место не просто, чтобы пришел посмотреть, сделал какие-то качественные, креативные фотографии. Но и в том числе такое напоминание горожанам, гостям города о том, что заботиться о природе – это важно. На этом все. Следите за развитием событий вместе с нами. Всего доброго.